Афанасий Фетт Художница Инги Ильсон. Она тоже художница, которая пишет в технике цифровой живописи. Вот это одна ее картина на космическую телу. Вот это еще вторая картина. У нее нет названий, поэтому мы вольны называть их так, как нам кажется это лучше. И вот еще одна картина тоже этой художницы Инга Ильсон. На Меркурии кратеры нужно называть в честь мастеров культуры. Отсюда кратер Чехова, кратер Шалома Рейхема, кратер Толстого, кратер Марка Твена, кратер Вивальдии. На Луне моря и океаны часто называются в честь абстрактных понятий. Спокойствие, ненависть, уверенность, знаменитое море кризисов. Карта Луны может служить поводом для ностальгии по советскому прошлому. Именно в Советском Союзе впервые сфотографировали невидимую сторону Луны, составили ее подробную карту. Луны и приоритет был признан всеми. Поэтому сейчас на Луне множество русских названий типа «Море Москвы». Свои правила топонимики есть и на других космических телах. От планет до мелких спутников и даже астероидов. Вот, к примеру, Эрос, первый астероид, на котором высадился космический аппарат. Вполне логично, что на нем нашли пристанище улюбленные парочки всех имен и народов. Орфей и Евредика, Дон Кихот и Думстинея, Пигмелеон и Галатея. Тут же Дон Жуан и Казанова. Правда, Ромаева и Жульетта здесь нет, поскольку их имена есть на карте одного из спутников Урана. Так подчиняются другому правилу – называть кратеры в честь героев Шекспира. Карт с красивыми именами нет только у планет, относящихся к категории газовых гигантов. Это Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Что поделаешь, нет у них твердой поверхности. Им не повезло. Ну и у нас продолжается небольшой, как я поняла уже по ходу дела, бенефис Джуниора. Потому что, о, будет он петь глинку? Или нет? Шуман? Хорошо. Тогда мы сначала послушаем симфоническую музыку. Это будет хорошо. Одна часть из квартета Шумана. Но прежде чем мы начнем играть, Павел Борисович хотел бы взять слово на несколько минут. Вот, уважаемые слушатели, Роберт Шуман, великий немецкий композитер, прошлый год, юбилей, 200 лет. Изумительная музыка, глубокая, полная чувств и мыслей. Четыре симфонии, изумительные концерты для фортепиано с оркестром, для виолончели с оркестром, для скрипки с оркестром, даже два концерта для скрипки с оркестром. Замечательная камерная музыка, изумительные вокально-камерные сочинения. Мы сейчас сыграем одно из величайших его сочинений. У него четыре квартета, они еще недооценены. Мы сыграем из первого концерта, из первого квартета вторую часть. Сегодня говорила Галина Николаевна о звездах. Когда мы говорим о звезде Шумана, надо всегда помнить и о звезде Клары Шумана. Потому что это была великая женщина, замечательный пианист, композитор. И он ее преданно и верно любил до конца своих дней. И другой великий композитор, Иоганн Браус, которого мы сегодня еще не обоминали, тоже с величайшим почтением относился к этой женщине. Шуман, первый концерт, вторая часть, с Керцем. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok